Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я надела свою фальшивую улыбку. И сегодня я расскажу вам, что я знаю о фальшивых улыбках, что я думаю о фальшивых улыбках. И тема сегодняшнего видео «Фальшивая улыбка лучше, чем настоящая?» В знак вопроса. Я расскажу вам о случае, который произошел со мной, когда я вообще первый раз приехала в Италию со своим новорожденным. Точнее, это ему было... Егору, моему старшему ребенку, был год и два месяца. И эта поездка была для нас исторической, потому что я до этого в Италии уже бывала несколько раз, но именно с этой поездки и родилось, и возникло мое желание о переезде и о смене страны с России на Италию. Именно та поездка была очень знаковой и очень важной, получается, судьбоносной в истории нашей семьи. Итак, что получилось в первый раз, когда мы приехали с Егором? Именно в Абонатерме мы приехали как туристы, мы приехали отдыхать. От одной русскоязычной туристки тоже, я помню, она была то ли из Хабаровска, то ли из Владивостока, но таким образом мы познакомились. Егору тогда было год и два месяца, а ее девочке было примерно семь лет. И девочка очень хорошо играла с Егором, и мы могли как мамы пообщаться, тем более, что нас объединяло все-таки то, что мы обе дальневосточницы, как принято говорить. И вот я узнала от нее, что она ездила и смотрела жильем здесь уже в Италии. Я рассказывала, что когда я смогла через нее договориться с теми же риэлторами, с теми же застройщиками, которые оказались братьями, то есть семья, которая владела отелем, в котором мы жили, и она жила с дочкой, они оказались родственниками ближайшими, то есть это несколько братьев, они оказались застройщиками. Так вот, я рассказывала, что я поехала с Егором и посмотрела ту квартиру, то жилье, в котором в итоге я сейчас записываю видео. Это удивительное стечение обстоятельств, но через нее я попросила показать, что здесь продают, и прежде всего мне хотелось прицениться, сколько это стоит. И так все и произошло. Но когда я договорилась, чтобы посмотреть, итальянцы вообще очень любят русских туристов, которые желаются ли здесь что-то купить, неважно, что это, пальто, золотой браслет, либо, возможно, даже недвижимость, они очень внимательно тогда к нам относятся, относятся совершенно иначе, чем когда мы становимся здесь местными жителями. Видео на канале даже несколько тоже об этом уже имеется. Так вот, со мной произошла очень интересная ситуация. Я запомнила ее на всю жизнь, я обсуждала ее несколько раз со своим мужем. И значение этой ситуации, вы не поверите, я поняла только сейчас, выпустив свое недавнее видео, прочитав все комментарии, где очень многие написали «Улыбайтесь, господа», улыбаться полезно, улыбаться полезно для собственного самоощущения, улыбаться полезно, я всегда говорю, для нашей женской мимики, наше лицо становится моложе, у нас нет опущенных губ, хотя очень многие женщины боятся улыбаться, думают, что именно улыбка будет провоцировать им носогубные морщины, но это совершенно не так. Опять же, видео на канале про лицевую гимнастику у меня имеются отдельно. Так вот, что произошло? Мне назначили встречу с риэлтором и попросили приехать стороннего переводчика, потому что на тот момент я говорила на английском, говорила на испанском языке без проблем, но ни на английском, ни на испанском не говорил риэлтор. И я встречалась, как потом выяснилось, не с риэлтором даже, а непосредственно с владельцем всей компании застройщиков, которые потом долгое время со мной сотрудничали, я была у них переводчиком. Вот такое, на самом деле, судьбоносное стечение, исплетение обстоятельств. Как развивались события? Егор на тот момент был очень маленький, я была очень привязана к его графикам, и мы назначили, допустим, на 2 часа дня встречу. В 2 часа дня я вообще человек до сих пор пунктуальный, тогда было в 10 раз более пунктуально, я приходила заранее на встречу, несмотря на то, что у меня маленький ребенок, и я прекрасно могла понимать, что меня все подождут, и что у меня есть прекрасное оправдание, чтобы, допустим, опоздать. Но тем не менее, я пришла на 10 минут раньше, маленький Егор нервничал, я держала его на руках, как риэлтор, застройщик, владелец фирмы. Он тоже пришел вовремя, и мы, внимание, минут 40 ждали переводчика. Переводчик ехал из пауды, переводчик, скорее всего, выехал несколько с опозданием, переводчик, скорее всего, попал в пробку, но по факту, по факту, для меня эти 40 минут были на самом деле трагичны, потому что я знала, что мы сядем в машину, и мой ребенок уснет, мой ребенок уснет, и я буду с ним спящим ходить на руках, и хорошо, если он не проснется, а год и два ребенок уже весит достаточно много, хорошо, если он не проснется, не будет плакать, а ребенок, который должен спать, который у тебя на руках, потому что в коляске ты его не поднимешь по... Вот этот комплекс мы ездили смотреть, он тогда еще строился даже, то есть лифтов не было, и лестницы были не до конца, скажем так, сделаны. Так вот, я понимала, что для меня 40 минут этого опоздания были очень и очень нежелательны. В определенный момент я дала понять, что я, в общем-то, и готова перенести встречу и отменить ее вовсе, потому что, ну, на самом деле, на тот момент для меня мой ребенок был важнее. В определенный момент я увидела, что человек, который приехал ко мне на встречу, тоже очень нервничает. В определенный момент он стал приносить свои извинения, и он стал как будто бы за спиной осуждать и ругать нашего перевозчика, который опаздывал, и говорил, ну где так можно ехать? Ну, во сколько нужно было заранее выбраться из дома, чтобы, в общем-то, заложиться на пробки, на трафик и так далее. То есть он за спиной этого человека, ну, явно осуждал и выказывал свое порицание к ситуации, которая сложилась по вине перевозчика, конечно же, потому что 10 минут опоздания, безусловно, допустимо и терпимо, но 40 минут опоздания, тем более, когда тебя ждут двое контрагентов, двое людей на встречу, это очень много. И вот приезжает переводчик. По-итальянски они целуются, здороваются. Девушка извиняется за то, что она опоздала. Девушка по-итальянски спрашивает нас, ну, я надеюсь, это не доставило вам много хлопот и проблем, потому что, ну, возможно, вы имели возможность кофе попить. Каково было мое удивление, которое было мне не… Точнее, каково, да, было мое удивление на реакцию, которая была мне непонятна совершенно от человека, который ждал вместе со мной 40 минут, который рисковал тем, что я потенциальный клиент, который может купить у него что-то, вот так и так и получилось, просто возьмет, развернется и отменит встречу. А это было очень в моем характере, русском характере, тем более таком, в общем-то, принципиальном, каким человеком я являюсь до сих пор. Он говорит ей, да что ты, не волнуйся, никаких проблем, мы тут чуть-чуть поговорили, кофе выпили. И вот таким образом, улыбаясь в лицо переводчику опоздавшему, говорит, ну, пойдемте все, садимся в машину, поехали. Вы знаете, для меня это было просто проявлением какого-то лицемерия даже, то есть так за спиной порицать человека, который опаздывает, который с тобой работает, потому что это был такой же переводчик, которого звали на сделки, как потом звали меня. То есть я понимала, какая, скажем так, расстановка на шахматной доске. И вот так улыбаться и говорить, да что ты, да не волнуйся, никаких проблем. Хотя проблемы могли быть. И мы садимся в машину, и, в общем-то, ситуация развивается так, как развивается. Очень долгое время я полагала, что это лицемерие, что это некая слабость, не сказать человеку, который тебя вот так вот заставил долго ждать и в неловкую ситуацию поставил, сказать, слушай, ну, в следующий раз выезжай пораньше, пожалуйста, уж как-то, ну, нехорошо получилось. Вот я бы на самом деле, наверное, так и сказала. И только сейчас я понимаю суть такой реакции. Суть такой реакции очень и очень проста. Ты действительно не зацикливаешься на том плохом, что уже произошло. Это бесполезно. Человек, который позволил себе опоздать на 40 минут от того, что ты ему скажешь, слушай, ну, в следующий раз соберись пораньше, его, в общем-то, отношение к опозданию собственному, твоя вот такая фраза не поменяет. Но ты, сказав эту фразу, будешь вынужден играть до конца роль обиженного, роль поставленного в ситуацию, когда ты вынужден был ждать. И действительно, теперь я понимаю, гораздо-гораздо проще и гораздо более полезно для себя самого улыбнуться и сказать, да ладно, бывает, совсем ничего страшного, поехали. Вот сейчас я именно так и делаю. Хотя иногда на канале я вступаю с некоторыми зрителями в дебаты, которые в итоге меня расстраивают. Я пишу вон с канала, очень многих это шокирует, очень многие считают это хамством. Возможно, так и есть, я не знаю. Но для себя я в который раз поняла, вступая в подобные дискуссии, что действительно то плохое, что случилось, прелесть этого в том, что это уже произошло, это уже в прошлом, ты уже на это среагировал, либо среагировала. И нужно действительно здесь и сейчас ради себя самого улыбнуться, перешагнуть и пойти дальше. И возможно, с тем человеком, который был вашим обидчиком, либо который был моим обидчиком, кто поставил вас в неловкую ситуацию, либо меня в неловкую ситуацию, возможно, вы даже сможете стать, ну, если не друзьями, то хорошими партнерами. Чего я всем желаю? Жела действительно иметь в себе вот эту возможность и легкость улыбнуться в моменте, как делают дети. Детская печаль, детское расстройство, детское горе на то, что у них что-то в руках поломалось, развалилось, они споткнулись, упали, оно бесконечно и безгранично. Но ровно в тот момент, когда ребенок решает, что все, хватит расстраиваться по этому поводу, он никогда не оглядывается назад. Он может через минуту после того, как прекратил плакать, много плакать и сильно плакать, начать улыбаться и хохотать. Я желаю всем своим зрителям сохранить эту возможность, улыбаться, ну, если уж не хохотать, на протяжении всей своей жизни, что бы ни происходило. Потому что если происходит что-то плохое, важно помнить, что хорошее в этом плохом как раз-таки то, что оно уже в прошлом, оно уже случилось, это не поменяешь. Но можно изменить свой будущий момент и то, как мы себя в нем ощущаем. Это была Яна Скорцова, увидимся очень скоро. Всем пока-пока.